Тренды-бранды. Простые истории о непростых бизнесменах. Филиппов отправлял свои изделия к царскому двору в Петербург, и столичные пекари даже не пытались с ним тягаться. Признавала императорская семья только филипповскую сдобу. В 1877 году Салтыков-Щедрин писал «Калач-то от Филиппова?» – спросил я. – Да, от Филиппова. Говорят, у него в пекарне тараканов много. Мало ли что говорят – вкусно, но и будет с тебя. Так вот о тараканах. Именно одному из этих насекомых мы и обязаны появлению булки с изюмом. В Москве в ту пору царствовал генерал-губернатор Закревский, перед которым трепетали все. Филиппов отправлял ему каждое утро к чаю свежие булочки. Вдруг Закревский срочно потребовал Филиппова к себе. И как только тот оказался на пороге, сунул ему прямо в лицо разломленную булку с вопросом – а это что такое? Филиппов с ужасом увидел в своей булочке запеченного таракана. Перед глазами удачливого булочника промелькнула и жизнь и карьера. Но Филиппов не растерялся, схватил булку и съел со словами – «Ваше высокопревосходительство, изволили ошибаться, это изюминка». Но Закревский был не так и прост, он засомневался, а добавляют ли в булки изюм. «Новая рецептура, ваше превосходительство», – ответил Филиппов. Едва выйдя из дома Закревского, он бросился к себе в пекарню. Растолкав удивленных работников, Филиппов опрокинул в тесто целое ведро кишмиша. На утро москвичи уже завтракали новыми булочками с изюмом. Выпечка оказалась настолько популярна, что Филиппов начал производить ее постоянно. К сожалению, сегодня от легендарной московской булочной осталось только здание на Тверской. Никаких упоминаний о том, что в доме номер 10 родилась знаменитая булочка с изюмом, к сожалению, нет. Историю для вас рассказывала Дарья Топузлиева. До новых брендов! Тренды-бренды – непридуманные истории о вещах, на которые вы тратите свою зарплату. ПИ-ПИ-ПА!